А перед началом ролика позвольте поделиться с вами увлекательным дискорд-сервером. Хотите воссоздать Римскую империю? Или же создать свою новую унию? На этом сервере всё возможно. На нём присутствуют идеологии, формы правления, интересные новости, СМИ и многое другое, что могло бы заинтересовать вас. Ждём с нетерпением. Ссылка в описании. Рекомендую. Всем привет, я Эмбра, наша кампания продолжается за Магадан. У меня здесь сейчас ивент появился, боже, храни дядю Сэм, что что значит? Мэйсон нервничал. Пусть он и американский агент, которого обучили и формальному, и разговорному русскому, он никогда непосредственно не взаимодействовал с солдатами, и тем более не проводил инструктажи и не объяснял, как пользоваться американским оружием. Он охмыльнулся. В этом всём была какая-то ирония. Несмотря на то, что он получил образование в одной из самых успешных стран мира, Мэйсону приходится общаться в глубинке с безграмотными русскими фашистами. Прохладный леденящий утренний ветер усиливал ощущение некого волнения и радости в крови. Тренировочная площадка была практически пустой, лишь под ногами бегала всякая мелкая живность. Про него начал говорить русский офицер. Из славной страны Америки, начал он, Мэйсон прибыл. И потом продолжил его восхваливать и рассказывать прочие формальные детали, но не понимал, что чтобы его слушались, солдаты должны его уважать. Он поймал пару солдат на том, что они с интересом разглядывали его снаряжение. Мэйсон не считал его каким-то особым, учитывая, что он видел работы в агентстве. Но опять же, суть в культурных и технологических различиях. После пары напряженных минут, которые будто длились по часу каждая, настала его очередь. «Привет», — сказал он. «Как сказал офицер, меня зовут Мэйсон». Он схватил М1 Гарант и опер его против плеча. «Это Гарант. Ты», — сказал он, указав на случайного солдата из толпы. «Подстреляй из ружья и посмотри, насколько быстро ты сможешь». Он прицелился в мишени вдали. Солдату приходилось каждым выстрелом доставать гильзы. Порой он бил порожью кистью, до тех пор, пока она снова не работала. «А теперь смотри». Он взял другую такую же винтовку, прицелился из Гаранда и выстрелил 8 раз подряд. И только затем ружье зазвенело. Он отложил ружье в сторону, задней части на землю. «Вот вам американская огневая мощь», — сказал он, изумленным фашистом. Вопросы есть? Получаем сейчас снаряжение. И противотанковое еду, поснащение тоже. Итак, погнали сейчас идти по ветке вождя. Анастасий Андреевич Вансятский, или как он предпочитает называться, вождь России, вождь фашистских эмигрантов в Америке. Когда-то он был близким партнером Российской фашистской партии, но прогерманская риторика Радзоевского оттолкнула его от нас. Возглавляя свою собственную политическую организацию «Белые эмигранты», РФО, он заручился значительной поддержкой русских беженцев, которые в настоящее время проживают в Соединенных Штатах. Теперь, когда мы расстались с Радзоевским, возможно, Вансятский пересмотрит свою поддержку Российской фашистской партии. Поддержка находящегося за границей РФО дала бы нам источник дохода, не затрагиваемый бандитскими рейдами Радзоевского или других. Наряду с этим новым потоком доходов ходят слухи, что он знает одного из самых опасных людей в Америке, бывшего сотрудника УСС по имени Митчелл Варбелл III. Если есть шанс, что вождь свяжет нас с ним, мы должны немедленно этим воспользоваться. «Здорово, братец Матковский!» – прокричал человек с пирса Порта. Его тело было тощим, а лицо бледным. Так можно было описать Анастасия Вансятского, графа русского фашизма. Он быстрым шагом шел вперед. Ему не терпелось встретиться с Матковским. Он выглядел маленьким, даже жалким на фоне рыбацких кораблей, выплывающих под утренний свет. Матковский нахмурил брови. Еще никто в этом мире не получал права называть его так. Выдав неловкую громкую улыбку в сторону Вансятского, он и его телохранители направились на встречу с графом. Протянув свою руку, Матковский сказал. «Здравствуй. Как там в Америке?» Вансятский не стал пожимать руку, но вместо этого он наклонился вперед, чтобы попытаться обнять Матковского. Матковский сжалился. Америка изменила Вансятского. «Эти жесты – это манера речи и приветствия. Все это от русского человека». Опьяненный духом Вансятский громко произносит. «Это страна свободы. Все это», – показав рукой. «Слишком мало для нас. Ты, видимо, забыл причину, по которой ты здесь», – сказал холодным тоном Матковский. «Нет, нет». «Он засунул руку в карман. Этот человек – мой подарок тебе». «Он показал Матковскому черно-белую фотографию американцу в берете. Я заинтересован». Митчел Варбл III – сын царского офицера Белой Армии. Во время Великой Отечественной войны стал оперативником ОСС. Среди театров, в которых он работал, были британская Бирма и бывший французский Индокитай. После того, как война окончательно закончилась в пользу Японии, он вернулся в Америку, чтобы заняться мирскими делами, прежде чем решил, что его признание – это бой. С тех пор он участвовал во многих конфликтах по всему миру, заработав грозное прозвище – «Волшебник, шепчущий смерти». Матковский решил, что в интересах партии приветствовать этого человека в своих рядах. Вместе с ним придет его свита. Наемники, которые сражались по всему миру, теперь стремятся удовлетворить любую потребность в мокрой работе. Мы будем приветствовать его и его команду в портовом городе Магадан. Тонкая завеса моросящего дождя накрыла порт Магадана. Облака украшали их тела стальной серостью, а воды гавани тянули и толкали. На их пути встали низменные морские стены. Среди причалов стояли ряды деревянных рыболовецких судов. Их корпуса дрожали от яразного ветра, дождя и бурых волн. Однако один корабль сильно выделялся своей металлической палубой и ржавыми деталями. Даже сильный ветер не мог пошатнуть его. Матковский следовал за своим помощником, одержавшим зонд, который защищал от ветра. Если Ван Сядский говорил правду, то это именно его судно. Митчел Вербелл. Легендарный наемник. Ветеран тысяч войн по всему земному шару. Волшебник, шепчущий смерти. Матковский встал навстречу этому легендарному человеку, прежде чем убедил фигуру, спотыкающуюся от ступени и падающую в его сторону. Матковский моргнул. Этой фигурой был Вербелл. Немного зеленее, чем на фотографии с беретом, украшающим его голову. Матковский ускорился так, чтобы помощнику было трудно угнаться за ним. Когда он встретился лицом к лицу с Вербеллом, наемник неловко улыбнулся. «Добро пожаловать», — сказал Матковский на английском. «Мы ожидали вас, мистер Вербелл». «Привет», — сказал наломанным русским Вербелл. «Мой товарищ». Он продолжал говорить на русском, смешив его с английским, когда не понимал, какие слова надо использовать. Матковский, в свою очередь, пытался отговаривать его от уродования русского языка. Иногда это получалось, но чаще всего эти слова проходили мимо ушей Вербелла. Его знания русского было мало, и оно щедро поливалось такими фигурами речи, как «факинг и щит». Покраснев от злости и смущения, Матковский, наконец, протянул руку. «Ладно», — сказал Матковский, пытаясь сохранить улыбку на лице, в честь нашего знакомства. Вербелл пожал руку ему без всяких сомнений. «Дата варсич». Итак, партия, которая сейчас называется «Патернализм», будет называться «Солдаты без границ». И Митчелл, этот самый, станет лидером этой партии. У нас появляется еще одна сила, которая пока что этой силы не имеет, но скоро обретет. Старые деньги. Российская фашистская организация, фашистская политическая группа военнослуживающихся домом для некоторых из самых богатых спонсоров в рамках русско-амерканского сообщества. Теперь, когда у нас есть его поддержка, пора направить средства, которые они предоставили на более высокую цель, чем вечеринки и собрания на земле, которые никогда не будут их домом. Сыновья и дочери России в Америке больше не будут растрачивать свои деньги на легкомысленные вещи. Теперь они поддерживают реальное движение. РФО будет направлять свои деньги из Америки через Берингов в пролив в форме твердой валюты или даже оборудования, будь то военного или промышленного. Эти средства и припасы очень помогут нам в ближайшем конфликте с раскольниками и красными. Вскоре мы будем готовиться к тому, что наши отчужденные братья и сестры вернутся в Россию, которые они знали с детства, сильно способны Россию, не имеющие себе равных в этом мире. Получаем политку, стабильность и ВВП. Неглохо так вырастет. Нам бы что, количество людей бы у нас выросло? Так-то снаряжение есть. Смотри, его дофига. Новое снаряжение я могу спокойно закупать. Кстати, очень даже за небольшое количество политки получаем нехило так снаряги. Но. У меня нету просто людей. В этом вся и проблема. Тут не хватает полностью укомплектовать ни одну дивизию. Поэтому сейчас пока что я их... Хотя можно распаковать. Они готовы на 93%, чтобы не распаковать. А то вдруг сейчас какая-то заварушка опять начнется с этим разоездом. Лучше усилить наш тут гарнизон. Нифига себе, у нас тут дефицит минус 27% к ВВП. Чё ж он такой огромный? И долг подлетал под ствозь у нас... Ну, там у нас это из-за того, что я там фокус всякий прожимал, решение, может, это и выросло. Но оно упало, конечно, всё равно высоко. 89, как бы это дофига. Ну, может быть, расходы понизить? А, да. Я помню, что тут они. А роли особо не играют, смотри. 24 с копейками. И чё, типа? Фигня полная. Можно даже повысить. Особо ничего не изменится, зато, ну, тут всякие социальные расходы. Не, 29. Даже 30 дофига, ладно. Соц расходы всё же пониже. Пускай будет вот так, 27. Думаю, тут каждый процент, это уже серьёзно. А тут проценты не такие уж-то и существенные. Не, они хорошие, просто для нас это, наверное, фигня всё ещё. Я даже не знаю, что сейчас. Прожимать, может быть, военную экономию? Да, давай и прожмём. Сейчас получим, конечно, дебафы на армию, на производство. Но у нас, как бы, всё с этим хорошо. Давай, мы так и сделаем. А что это нам даст? А, военные расходы уменьшатся. Давай. И чё? И куда? А, дефицит-то и сохранился. Может, он сейчас здесь обновится у нас? Ну, это, в общем... А, 26,5. Класс. Вот снизили просто зашибенно. Тут у нас сейчас на 180 дней этот дебаф повесился. Но я думаю то, что мы не будем воевать в ближайшие 180 дней. Нам пока нужно с политикой разбираться. Может, конечно, налоги повысить? Ладно, не будем. А, я же там хотел вот что повысить. Вот это вот. Что больше фабрик у нас уходил на товары народного потребления. В комментариях сказали, что нужно делать. Хоть странно, что ведь зачем сюда нам так много ставить? Но раз нужно, давай. А ну, по-любому, как-то хорошо будет влиять на нашу экономику. Здесь это видно. ВВП хотя бы у нас растёт. Всё началось с простой игры в карты у бара прямо на улице. Там была пара местных. Их имена виднелись в отчёте партии. Они играли в 21. Банком являлась пара напитков и несколько сотен рублей. Немного, но и немало. Они думали, что сегодняшняя ночь пройдёт гладко, как обычно. Корабли проплывали под лунным светом. Игра всё ещё продолжалась. Карманы опустошались, а количество пьяниц на улицах росло. Трое зашли в бар. Они только приехали в Магадан. Их имён не было в партийном списке. Они были людьми Уербала, тяжело вооружёнными профессиональными солдатами со всех уголков мира. У них было слишком много свободного времени. Поначалу они поладили с местными, учитывая, что они друг с другом мало взаимодействовали. Только кивки и переглядывание показывали разницу между группами. Эта шатка перемирия долго не продержалась. Наемники флиртовали с девушками за стойкой. Местным это не понравилось. Встав с места, они начали отчитывать наёмников на непонятном им языке. Недолго пришло ждать до того, как солдаты достали свои пистолеты и начали угрожать местным. Не прошло и минуты, как один из наёмников случайно выстрелил, убив одного из местных. Они вооружились стульями и напали на вооружённых людей. Количество местных выросло. Партийная полиция, которая попыталась остановить кровопролитие, была встречена градом пуль из стекла. После десятка смертей гражданских и двух десятков раненых, этот бунт был подавлен силой. Трое наёмников теперь отсыживали свои сроки. Партийная полиция сделала свою работу. Спустя два часа. Нифига себе. Да тут как бы нужно вопросы этим наёмникам задавать. И другим тоже. А вдруг они как бы тоже двинутые такие. Ну это у нас, конечно, понизит эффективность правоохранения. Спустя два часа-то, заварушка-то была долгая. Ну, а нам это нужно будет приводить к власти. Посмотрим, что из этого получится. Итак, интегрировать кэш-наёмников. Наемники, которых привёл Вербл, на лиги и опережают наших нынешних солдат. Как же им не опережать? После мировых войн они, возможно, являются самые элитные силы на Дальнем Востоке, превосходя даже остатки Красной Армии, которые есть у коммунистов. До сих пор они доказали, что являются ценным активом для Матковского, и хотя их лояльность зависит от их заработной платы, они вполне могут стоить этих денег. А это важный момент. Запомните. Однако из-за своей независимой природы эти наёмники действовали вне командной структуры, только выполняя приказы своих командиров. И, как правило, отказывались сотрудничать, за исключением прямых приказов самого Матковского. Эта практика должна прекратиться. Интегрировать наёмников в рядовых. Наличие лучших навыков не означает, что человек освобождается от подчинения начальнику. Сотрудничать с таким наёмником, как Вербл, может быть неприятно для некоторых россиян. Но день, когда Россия сможет выстоять, самостоятельно ещё далёк. Вербл привёз вместе с собой несколько интересных друзей. Да мы вот заметили, что это такие за друзья у него интересные. Тут я смотрю, если улучшить отношения с американцами, можно получать же бонусы к оседанию промышленности, туда-сюда. Но я так думаю, что вот эти вот решения в будущем исчезнут. А вот отношения с Америкой, вот эти вот решения у нас будут всё ещё иметься здесь. Это как бы, ну, мои догадки всего лишь, но эти точно исчезнут. А эти не знаю. Так что эти нам нужно прожимать. Всё-таки инвестиции, они влияют на нашу структуру государства, экономическую, политическую. А тут только, ну, исследование, снаряжение такое. Поэтому прожимать я буду вот это вот. Сейчас палитку докоплю и надо взять нам промышленные инвестиции. Электричество скоро добавится, поэтому можно насчёт инвестиций что-то решить. Обучение в... О, подожди, или обучение в войск. Наверное, это будет поважнее. Всё-таки это люди. А по промышленности, как мы уже заметили, всё у нас пока более-менее, ну, как бы, плохо, но этого хватает. Для такого количества людей. Так что здесь, помимо человек в тысячи, мы получим ещё улучшение подготовки. Призыва, надзора и войного профессионализма. Так что, давай, поехали. Хотя бы тысячу уже, как бы, получим. А тут ещё и улучшения всякие. Так, будем здесь мы что брать? Комбинированная операция, маневренная война, стратегическая теорема. Слушай, даже не знаю. Мы тогда в прошлый раз шли через маневренную войну, но здесь комбинированные операции, они вытекают в то, что нам нужно использовать авиацию. Как бы, авиация, ладно, морская поддержка, но это сразу минус. Тут уже авиацию нужно, наземная поддержка, сразу бонус пошёл. Такой, на танки сразу нам бонусы будут сыпать. Так что, нет, нафиг нам это сейчас всё надо? Вот, конечно, стратегическая теорема. Тут насчёт подготовки. Стратегия обороны, стратегия наступления. На армию хорошие бонусы атаку даёт. Здесь организация, скорость восстановления, прорыв организации, напланирование, штрафы, скорость строительства, кстати, всяких тут интересных штук. Но опять же, тут вроде как даже бонусы поинтереснее. Организация тут много, кстати, сыпет. Атака тоже там органи... Ну, там, конечно, ротовоспещение. Но, тем не менее, тоже там на танке есть. Но планированная операция такая себе. И здесь ещё атака, поэтому даже не знаю, может, сюда или сюда. Давайте, ладно, выйдем в стратегическую теорему для разнообразия, что мы уже катали в прошлом прохождении по этой доктрине. По этой, вроде, я вообще не помню, когда я последний раз играл, я всё вообще по ней играл. Так что давайте выходим пока что вот сюда вот. А тут на тебе сразу прорыв, скорость дивизии. Мы пока что сюда выйдем, тем более у нас нету техники. Скорость дивизии, конечно, всё работает, но здесь именно упор идёт на технику, как видите. А у нас, ну, таким похвастаться мы, наверное, не скоро сможем. А здесь тебе и планирование, и укреплённость, как бы, приходится. Только вот оборона, стратегия обороны, тут защита организации, защита организации, ну, кстати, фактор военнообязанного. Бонусы хорошие, реально, на защиту у нас фиг пробудет с ними. Но, опять же, нам нужно наступать. А тут на тебе на танки, которые фиг мы скоро получим. А вот расход припаса минус 10, это пригодится. Позволит нам снаряжение экономить. А здесь уже и атака, плюс 10%. Так что да, погнали сейчас в стратегию наступления. Но по фокусам укрепляем нашу позицию. Никита уверенно вступил в город Магадан. Его винтовка давала ему возможность волочить скромное существование. У его руках была шкура лося. Достойная добыча, пальто из которой подойдет любому джентльмену из Харбина. Сегодня так сложилось, что Никита заработал чуть больше, чем обычно. Так что он может себе позволить небольшую сладость. Может быть пачка сигарет. Может даже баночка кофе. В его голове витала картинка вождя, носящего что-то из этой шкуры лося. Как обычно, партийные члены РФП и бандиты сторожили каждую улочку города. Однако Никита приметил, что у РФП появились новые лица в рядах. Одетый с иголочки, вооруженный до зубов и умеющий говорить на тысячи языках мужчины и женщины, находились в этом подобии Вавилонской башни. Было на что смотреть. Партийные пропустили его в город, с условием, что он оставит свою винтовку на пропускном пункте. Он продал шкуру за неплохие деньги. На них он может купить патронов, провизии и медицинских припасов на неделю. Он заметил, что в городе появилось что-то новое. Американские продукты. Американское кофе, американские сигареты и даже американское радио. Они были дешевле, чем родные продукты. Хотя и эти быстро раскупали. Никита купил себе пачку сигарет и банку паршивого кофе. С улыбкой на лице он отправился к краю города домой, на север Сибири. Еще один хороший день. Радио «Свободный Магадан» эфир 45. Уже какой ух. Сибирские охотники уселись вокруг стола. На столе стояло радио. Американского производства. И на батарейках, а не на простом электричестве. Они его раздобыли у довольно подозрительного торговца, который продавал американские продукты в Магаданском порту. И тем не менее, поверхность этой штуки сияла от полировки. Заметный американский манер приукрашивать дешевые вещи так, чтобы те выглядели словно предметы роскоши. Они настроили волну на радио «Свободный Магадан», частоту которого прежде бережно записывали на колочке бумаги. Музыкальная подборка была уже получше. Как всегда, играли патриотичные русские песни. А сибирские охотники кое-как подпевали им и мычали мелодию, так как и приблизительно не знали слов. Вместо того, чтобы отключить полностью, ведущие просто сделали музыку потише. К началу ток-шоу. «Добро пожаловать на радио «Свободный Магадан»» Прозвучал уже знакомый хриплый голос, все еще с чмоканьем, но уже не настолько заметным. «Ваш единственный источник новостей на Дальнем Востоке. Я со своим соведущим Василием. Привет». Послышался мягкий баритон, в его голосе ощущалась уже реальная радость. «Сейчас очередная холодная сибирская ночь, но не волнуйтесь, РСМ все еще будет с вами». «Какая у нас сегодня тема, Сергей?» «В своих руках я держу поистину гениальное американское изобретение, уважаемый Василий». «Дезодорант». «Действительно потрясающе». «Сергей открыл дезодорант изо всех сил, пытаясь подкрыть как можно громче». «Щелк». «Чувствуйте тот запах, Василий». «Ммм». «И шо он сделает, Сергей?» «Так вот что, он перекрывает запах тела». «Сергей сделал небольшую паузу, словно он наносит его себе на кожу». «Этот дезодорант, привезенный из Америки, должен подойти всем вам, сибирским лесным дикарям». Остало молчание. «Уважаемый Василий, почему вы на меня так устали?» «Кажется, ему еще следует поработать над презентабельностью». «О, стабилинс плюс 10, лёгко, хорошо». «Чё, подожди, сяди, математика, что?» «О, Израиль». «Короче, здесь образовался после победы Италии в войне с Турцией». Также здесь есть свободное Ливанское государство и Сирия. Она здесь покрыта демилитаризованной зоной. Василий прожил всю жизнь в Магадане. За время, прошедшее после падения Старого Союза, город видел много взлетов и еще больше падений. Отсутствие торговли практически стерло местную экономику, и пираты, и контрабандисты из Камчатки были единственными покидавшими город в эти дни. Василий был главой профсоюза докеров до того, как РФП захватила власть. И он едва избежал от Петули, очернив себя и разоблачив профсоюз перед своими бывшими друзьями. Теперь же он сидел возле местного бара, изрыгая свои кишки после очередного долгого дня пьянства. Когда ему показалось, что он может стоять самостоятельно, он попытался встать, но его вырвало на чужие сапоги. Он кашлянул, извиняясь, и приготовился к побоям, которых так и не последовало. Незнакомец помог ему подняться и поддержал, прежде чем он успел опрокинуться. «Вот, выпей». Услышал он, прежде чем ему сунули в руки флягу с водой. «Извини, я бы их заменил, но я потратил свой последний рубль на выпивку, которую только что выплюнул». Незнакомец отпрянул назад, когда его ударило зловонным дыханием. Мужчина забрал свою флягу, прежде чем проводить Василия домой, если можно было назвать его лачугу на окраине города дома. Сидя на своей ржавой кровати, он увидел, что незнакомец сидит на старом барном стуле, который валялся рядом. Мужчина пристально посмотрел на него, прежде чем показать старую и потрепанную фотографию. «Вы узнаете их?» Василий присмотрелся. «Да, это старый Аарон и его семья». «Слушай, парень, если ты их ищешь, то в этом нет никакого смысла. Они были очищены до раскола РФП. Теперь все они мертвые, извини». «Понимаю, спасибо». Незнакомец вдруг встал и повернулся, чтобы уйти, бросив напоследок пачку рублей. Последняя надежда разбилась в дребезги. Через пару месяцев, с момента внезапной проверки Матховски-Магаданского гарнизона, положение дел там на удивление пошло в гору. Генерал и администрация проявили, что взяли на себе вопрос улучшения боевых навыков сил РФП. «Ответ прост», – дежурно сказал старший офицер. «Когда мы осознали, что мы не имеем возможности призывать в армию наших граждан, мы наняли солдаты за рубежа». Действительно, наемники, военные, советники, государственные и не только, стали медленно, но уверенно стекаться в обеневший Магаданский порт. С целью помимо замены откровенно слабых призывников Матховского, тренировки местных войск, жесткой и болезненной, но профессиональной и действенной. Толстые похудели, недоедавшие стали здоровее. Впервые появилось хотя бы подобие боевого духа и дисциплины. Оружие, хоть и древние, теперь хотя бы чистят и используют надлежащим образом. Какой бы упрощенной ни была тренировка, она все же подготовила призывников и наемников к реалиям современной войны в сибирских лесах и болотах. Все это, конечно, дорого обошлось Матховскому, оплата всего этого дела легла на плечи его правительства. Матховский после второй внеплановой, как и первой проверки войск, вдовь собрал у себя генштаб. На конференции они все взволновались, что результаты этой инспекции показали недостаточно хороший результат по сравнению с первой. А потому начали нервно крутить ручки и доклады. Ты дело смотря по сторонам, куда угодно, но не на Матховского. Когда все собрались, вождь начал говорить. После этой второй инспекции, доложил он непоколебимым тоном, я хочу похвалить всех находившихся здесь. Многие удивились. Я знаю, что поставленная перед вами задача была непростой, пусть мы далеки от идеала, я доволен нынешним прогрессом. Путь поиска наемников и зарубежной поддержки не тот, на который я рассчитывал, но он очевидно сработал. А потом я встречу с самыми главными советниками и устрою совещание на тему того, как мы можем увеличить количество и помощь иностранных войск. И, наконец, то самое редко слушаемое от Матховского. Всем спасибо, все свободны. Другое дело, увеличивается у нас подготовка. Так, а здесь выбор. Местные войска, иностранные войска, либо же наемники. Можете варианты вот эти вот почитать, где расписано что, тут они и себя представляют, но нас интересуют именно наемники, потому что здесь влияние Варбелла вырастет. Пока другие выступают за национальную армию с разными подходами к ведению войны, печально известный наемник Варбелл представляет, пожалуй, самый смелый план реформирования вооруженных сил Магадана. Он предлагает армию, которой обязаны не какой-либо национальной принадлежности, а только деньгам и оплате по самой высокой цене. Он хочет, чтобы армия солдат без границ, прибывшая со всего мира, сражалась за самое выдающееся дело свободы по эту сторону Сибири, Матховского. Хотя Матховский и полещён этим жестом, он сомневается в его идее. Если мы решим пойти по этому пути, мы будем приглашать всех наемников, которых сможем пригласить с помощью денег от наших благотворителей в Америке. Партия позволит своим нынешним формированием существовать в их нынешнем виде и пополнять или расширять их наемниками по мере их появления. Возможно, это самый радикальный путь реформирования армии. Решение продолжать идти по этому пути не следует воспринимать легкомысленно. Хотя это необходимо для нашего дела, многие в самой партии сомневаются в добрых намерениях у Эрбала. Получаем здесь мы людские ресурсы. В других вариантах мы получили 5500, тут опыт армии плюс 25, а тут 7500 людских ресурсов. В варианте местных войск тут. Уроки белой армии, хорошие бонусы, кстати. Да, еще штраф снижается за недостаток снабжения. Организация дивизии тоже. Тут тоже, ну, кое-какие дебафы есть, но в основном это, конечно же, бонусы, причем существенно такие. Атака, организация, восстановление, все, что надо. А здесь, ого, расход припаса минус 25%, защита плюс 15%. Бонусы прям классные. Мне вот интересно, там вот Розаевского примерно что-то такое есть. Тут скорость мобилизации минус 100%, но проценты, они повкуснее, намного вкуснее. Здесь бонус к исследованию свободной доктрины, а тут на карте появится матризированная пехота. Идея маневренной войны, скорость дивизии, разведка. Ну, как бы, бонусы прям очень вкусные. А здесь, помимо людских ресурсов, мы получим что? Организацию дивизии минус 3,5%, спасибо, что хоть не 4%. Скорость восстановления дивизии плюс 10%, а это уже неплохо. С учетом того, что организация понижена будет, она будет восстанавливаться еще быстрее, чем этот процент нам даст. Атака дивизии плюс 10%, вот это уже хорошо. И минимальный уровень обучения минус 5%. Здесь, конечно, атака плюс 11%, защита плюс 12,5%, тут только атака и организацию взяли и забрали. А здесь что? Две с половиной тысячи пехотного снаряжения. Ну, что-то как-то, блин, да мне его произвести можно спокойно. Зачем тут? Дайте что-то такое, чтобы, ну, процентики, циферки, зелененькие. А здесь? Еще снаряга. Транспорт, оснащение, арта и туда-сюда. Это нам, конечно, позволит быстро взять и начать воевать. Да эти бонусы бы тоже позволили. Тем более у нас же тут, вон, всего накоплено уже. С запасом. Ненадолго войну, конечно, но прям с Амуром разобраться это можем спокойно. Господи, я перепугался, думал, это значок марионетки. А он с японцами только решится, я так смотрю. Да? Что это такое? Японский сведник, да, вот это и такое, да. Такая штука есть здесь. Ну, ничего, они тебе не помогут. Значит, погнал я по вот этим вот сейчас фокусами. Тем более мы снарягу можем здесь получать. Сколько же нам здесь ее дают, капец. Кстати, а насчет добычи? А, нет, у них у кого опять. А здесь? Здесь. Так, слушай, сейчас мы будем нападать на тихоокеянский этот самый флот. От добычи здесь я одну поищу, и давай-ка будем разбираться. Ну, это давай уже в следующей серии. И фокусы я, пожалуй, сейчас за кадром вот эти вот возьму. А дальше мы узнаем, что у нас будет по сюжету. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы. Также играйте в мультиплиарные партии или просто общайтесь на нашей сервере в дискорде, ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok